Первая больница в городе Видное на 175 коек появилась в 1955 году и называлась тогда Центральная клиническая больница номер 10 Москворецкого района города Москвы. В 1974 году на Заводской улице было построено новое здание поликлиники, а в марте 79-го была введена в эксплуатацию вторая часть больничного комплекса – больница, которая была оснащена современным по тем временам медицинским оборудованием. Новое больничное здание было рассчитано уже на 480 коек. Возглавил Видновскую ЦРБ Владилен Андреевич Перов. Он руководил учреждением на протяжении 22 лет. По отзывам многих коллег, которые работали долгие годы вместе с ним, был очень добрым и светлым человеком. Владилен Андреевич руководил нашей больницей 22 года. То есть, по сути, и строительство, и основное формирование кадрового потенциала проходило при его непосредственном участии. После открытия нового больничного корпуса Владилен Андреевич начал формировать коллектив. Видно, и стало приезжать много молодых специалистов, которые до сих пор здесь работают. Но сейчас это не юные доктора, а заслуженные врачи, имеющие научные звания. Был хорошим организатором. Он организовал на новом месте, в новой больнице, хороший, дружный коллектив. Владилен Андреевич был человеком очень добрым, отзывчивым. Обладал большим чувством юмора. И кто с ним общался, знает об этом. Право открытия мемориальной доски было предоставлено коллегам Перова, отработавшим с ним бок о бок долгие годы. И врачи, и гости этого мероприятия лично знали Владилена Андреевича. Все с удовольствием делились своими воспоминаниями. Как вместе сажали деревья в сквере у больницы, как работали, как приходили в гости. Когда мы очень часто у него здесь бывали, встречались, он всегда говорил, приходите ко мне в кабинет в гости, но не для того, чтобы просить, чтобы я вас вылечила, а для того, чтобы просто в дружеской беседе что-то вспомнить, что-то интересное, оговорить о нем. Его душа, по-моему, в нашей больнице. Он, это человек, которому, я не знаю, он добропорядочный, добрый, отзывчивый, юморной, веселый. Ну, я не знаю, как организатор. Он никогда, никогда во всем районе, он не пользовался таким авторитетом, хотя он был чужестранец в этом районе. Ну вот, и тем самым он поддерживал авторитет в нашей больнице. Вообще, это был человек, который создал эту больницу, который создал этот коллектив, который создал нас. Тут место было для этой доски, оно появилось.